Дорогие друзья, слова Торы из нашей недельной главы И увидел Йосиф, что лица сокамерников хмурые Теперь давайте разберем это Все истории Торы касаются каждого из нас Если бы Тора не касалась каждого, это был просто исторический рассказ Ну, прочитали один раз в жизни достаточно Нет, Тора это инструкция, как выходить из ситуации сегодня Каждому из нас, каждый час, каждую минуту Самая современная инструкция Поэтому в ней заложены не просто ответы Здесь еще и волшебные подсказки Например, ситуация с Йосифом в этой недельной главе Любавич Скиребе объяснял, что в самой непростой ситуации, в которой оказался Йосиф Он не сосредоточился на жалости к себе Не ослабел, не зачах, не стал в депрессной кейсе И рассказывать, как ему плохо Напротив, он переступая через свою личную боль Занимался работой, искал все работы Обращал внимание на состояние людей, окружавших его Давайте попробуем встать на место Йосифа Любимец Бога, еще один Казалось бы, нет человека несчастнее Он одинокий заключенный, мать скончалась Отец соблюдает по нему траву Вряд ли вернулись домой с рубашкой Сказали, что вот зверь его растерзал Хозяйка дома довела его в тюрьму Бросили, оклеветали на 12 лет Ну, пережив такое, любой человек может впасть в отчаяние И вообще не так представляет себя жизнь Человека, которого Бог любит Еще раз повод подумать Но вот, обратите внимание Пережив, несмотря на все эти переживания Он не стал жертвой Не испытывал ненависти ко всему миру Встав утром, увидев, что Два царедворца, попавшие в тюрьму Хмурятся, он по-дружески спросил «А чего у вас сегодня печальные лица?» Все На эту историю, сказанном, можно рассматривать намного шире Какой момент стал самым поворотным в истории И вот в жизни Йосифа На каком этапе закончился поток несчастья Свалившийся на голову бедного мальчика Да остановился И началось что? Великое возвышение Это как раз тот самый момент, то утро Утро, когда Йосиф оглянулся Выразил сочувствие своим соседям Это был момент, изменивший судьбу И тут находится что? Волшебная подсказка Это дорога к супер-призу каждого Надо обращать внимание Надо, Тора учит нас Человеку не дано предугадать Какое влияние в какой момент окажет одно доброе слово Сказанное кому-то Или одна улыбка Или пожелание доброго утра Тем более сейчас Сегодня написали мудрецы Что незначительный поступок хороший в нашем поколении Превосходит то, что могли сделать великие в других Потому что сейчас, в отличие от многих поколений Умножилось скверно до такой степени Написано, что человек прошлых поколений С их мудростью неизвестно вообще, кем бы был сейчас Мы отвечаем за себя Говорит, Савторий Не следуй за большинством Во зло И не искажай истину Лишь бы склониться к большинству О чем это здесь? Это о том, что причина десяти заповедей Сказанной в единственном числе Почему? Сказал об этом провидец излюблено Что он сказал? Заповеди, сказанные в единственном числе Только для того Чтобы однозначно предупредить каждого Что даже если, не дай бог, весь мир отступает от Торы Тебя это ни в коем случае не касается Наша дорога – это путь Торы Какой вывод сделал Любавческий Рэбб Из истории с Йосифом и царедворцем Вот этих вот Он сказал Кстати, это для нас очень актуально В наступающие дни Хануки Мы не можем удовлетвориться Только зажиганием, например, ханукальных свечей И в этот праздник Надо же добавить что-то Надо Как мы добавляем свечку Надо сделать еще что-то хорошее Добавить какой-то конкретный свет от тебя Не знаю, пончик кому-то подарить Или кому-то улыбнуться Или что-то сделать хорошее Или просто назначить себе час Ходить по улице улыбаться людям Я не знаю Но надо добавить какой-то свет от себя Не обязательно что-то глобальное Но что-то такое теплое Хорошее И вот от себя И свет, который распространится от вас От вашего дома Он в Хануку соединится с дополнительным светом от других маленьких свечищек, маленьких людей. И представляете, сколько будет света в этом мире, и действительно тогда Ханука будет побеждать, и мы достигнем того, что от нас хочет хозяин мира. Брахава от Слаха, всего самого-самого лучшего.